Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Снова мы на трудовых буднях. Это, собственно, наша с вами практика отслеживания основных фундаментальных событий и анализ того, как эти события могут повлиять на финансовые инструменты. После выходных, разумеется, я, друзья, очень вас ждал с хорошим настроением. Надеюсь, именно с таким настроением вы на площадке сегодня и пришли. Впереди у нас снова много статистики и очередные попытки понять, как будут действовать регуляторы в соответствии с новыми фундаментальными вводными. Что касается геополитического фона, внешнего, глобального, с посылом, скажем, основных фундаментальных триггеров, очень много было значимых событий на прошлой неделе. Это и победы консерваторов, партии Джонсона, это для нас и для всех, наверное, конкретные, вполне предсказуемые перспективы порядочного Брекзита. По поводу ситуации, связанной с отношениями США и Китая, здесь тоже, друзья, позитив. И, скорее всего, из-за этого позитива нам придется несколько скорректировать свое отношение к защитным инструментам, по крайней мере, до тех пор, пока на рынке не появятся потенциально негативные новости, уже связанные с фазой номер два торговых переговоров ведущих экономикам мира. Ну, об этом я расскажу чуть позже. Сегодня, друзья, как и всегда, в 16.30 по московскому времени состоится и пройдет вебинар «Правильный понедельник». Я очень вас всех призываю, рекомендую его посетить, потому что мы еще раз поговорим о крайне насыщенной прошлой неделе. И попробуем пораскинуть, собственно, мозгами того, как ситуация будет развиваться дальше. Сейчас нужно, друзья, держать в памяти именно реализацию основных фундаментальных идей, которые мы ранее придерживались. Тем более, что очень долго мы настраивались на негатив по Брекзиту, а, судя по всему, этого негатива уже не будет. Самое главное – вовремя изменить позиционирование и, будучи реалистами, заново оценить перспективы тех или иных инструментов. Давайте поподробнее по основным финансовым инструментам. Нефтянка у нас 65. Это ровно котировки по Бренту, которые мы наблюдаем сейчас. Локальный максимум уже был 65.77. То есть наша с вами цель заветная. Очень много, я помню, было критики, связанной с тем, что Брент не доберется до 65, но все-таки я придерживался, на мой взгляд, вполне ясной и фундаментальной точки зрения. И, возможно, и она, в том числе, и стала причиной оправдания, опять же, верности подхода и того факта, что мы увидели Брент именно на тех котировках, о которых я только что сказал. 65.77, друзья, это, повторюсь, максимум. Не значит, что сейчас нужно из позиции выходить, якобы, поскольку мы уже сделали цель, уверен в том, что движение восходящее может быть продолжено, потому что основным катализатором вот этого всплеска интереса к нефти выступило общее улучшение рыночных настроений, которое было заметно вообще вдоль всего широкого рынка. Нефть, разумеется, ролировала на факте серьезнейшего прогресса. В переговорах США и Китая. То есть мы уже знаем то, что завершена первая фаза. Эта фаза будет подписана как часть ограниченного торгового соглашения уже в ближайшие дни. Соответственно, по дальнейшим договоренностям тоже есть позитив, связанный с тем, что США отказались от введения пошлин 15 декабря. То есть мы пережили этот негатив, в принципе, с ним и не столкнувшись. Китай взял на себя обязательство увеличить закупки сельхозпродукции, довести покупки до 50 миллиардов долларов в год. Это большой показатель, это явные уступки со стороны Поднебесной. Помимо того, что были отменены пошлины, запланированные в качестве повышения, на 15 декабря вдвое были сокращены пошлины, которые вступили в силу с 1 сентября. Хотя, друзья, честно признаться, вот сегодня очень много источников информации проанализировало, и немного разнятся данные. Где-то говорят, что пошлины полностью отменены, из которых вступили в силу с 1 сентября. Где-то говорится, что они сокращены вдвое с 15 до 7,5%. То есть, думаю, что сегодня конкретики будет побольше, и мы уже точно сможем с вами охарактеризовать именно текущие договоренности между странами. Но факт остается фактом. Переговоры продвигаются, позитив уже несомненный. Это 100% нужно называть вещи своими именами. Фаза номер 2 переговоров уже фактически начата. И по, опять же, согласно позиции Трампа, которую он определился в своем ответе, она также может быть завершена уже до президентских выборов. То есть, такая радикальная смена его риторики. Но мы уже, наверное, привыкли к тому, что Трамп фигура крайне импульсивная. Поэтому сейчас у участников рынка впервые, друзья, за долгое время есть возможность не омрачать перспективы спроса на нефть из-за угрозы глобального экономического спада. Давайте тоже этим пользоваться и ждать цены в районе 67-68 долларов за баррель. Если что-то изменится, я вам сразу же об этом расскажу. Под другим активом евро против доллара. 1.1133 сейчас котировки. И с ростом европейской валюты, я думаю, что покупатели уже явно наигрались. Тем более, что сейчас, после понятых перспектив по доллару, в принципе, наверное, стоит также быть реалистым в отношении евро и признать тот факт, что иных мощных, более серьезных триггеров роста, чем те, которые были на прошлой неделе, это локальная слабость доллара и позитив по Брекзиту, у евро просто больше нет. Поэтому сейчас мы можем вернуться к риторике Кристин Лагард, к факту дальнейшего смягчения экономической политики. Большое спасибо Бундесбанку, который пересмотрел прогнозы экономического роста Германии, инфляции на 2019-2020 год. На 2019 год с понижением с 0,6% экономический рост прогноз до 0,5%, а на 2020 год серьезные изменения вдвое. Раньше, то есть квартал назад, Бундесбанк ориентировался на том, что экономика Германии может вырасти на 1,2%, а сейчас прогноз роста уже 0,6%. Это все, друзья, доказывает тот факт, что Германия продолжает сталкиваться с серьезным спадом именно в промышленности. Кстати говоря, сегодня у нас куча индексов и индикаторов активности производственного сектора и Германии, в том числе и еврозоны. Еще одна порция негатива должна напомнить нам, почему евро останется в числе долгосрочных аутсайдеров и снова будет тяготеть к снижению в районе отметки 1,10. Фунт против доллара 1,3387 сейчас в котировке, британская валюта растет. Я думаю, что ралли будет продолжено, поскольку сейчас уже Еврокомиссия готова получить дорожную карту, как я отметил, еще в пятницу от Бориса Джонсона, как и что будет дальше. Проблем у Джонсона касательно согласования сделки и ее ратификации о выходе Англии со СТВС точно уже не будет, потому что он получил больше, чем нужно голосов в парламенте. Теперь никто не будет вставлять палки в колеса, поэтому его основной посыл предвыбранный вывести Англию из состава С будет реализован. Как мы помним, друзья, в принципе, сделка-то неплохая, она уж точно не тянет на категорию жесткой. Поэтому сейчас ждем движения в районе отметки 1,35, может быть, чуть выше. Австралийство против доллара 0,6870 сейчас в котировке. Впереди очень много значимых отсчетов. Я думаю, что позитив США и Китая, прогресс и переговоров уже отыгран в австралийце. Мы ждем протоколы заседания Резервного банка Австралии завтра и в четверг данные по рынку труда. Вот в четверг как раз статистика может очень сильно разочаровать. Напоминаю, что Резервный банк Австралии ориентируется на рынок труда. И учитывая, что уровень безработицы остается на отметке 5,3%, в то время как должен быть на уровне 4,5%, конечно же, ни в коем случае не нужно забывать про идею еще одного снижения процентной ставки. Мы находимся в коротких позициях. Друзья, были откаты, было восстановительное движение, но все равно мы возвращаемся по этой паре вниз. То есть здесь я рекомендую держать короткие позиции. Доллар канадец 1.3168, впереди тоже очень много триггеров в среду данные по инфляции. Посмотрите на ожидания, статистика разочарует спад и в базовом показателе, и в месячной динамике основного индекса потребительских цен. И в пятницу роничные продажи. Соответственно, эта статистика позволит нам вернуться к идее снижения процентной ставки, которой, я надеюсь, вы еще не позабыли, друзья. Поэтому длинные позиции и ожидание движения пары в район отметки 1.34 остается в приоритете. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.